Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях старший тренер Вооруженных сил Украины, судья национальной категории по греко-римской борьбе Сергей Валерьевич Чижов. Здравствуйте, Сергей Валерьевич! Наш первый вопрос. Расскажите, как Вы пришли в борьбу? И почему именно с этим видом спорта Вы решили связать всю жизнь? В борьбу я пришел давно, еще в 80-м году. Честно говоря, я собирался футболом заниматься, но так получилось. Была мечта моего детства – футбол. Ребята во дворе были постарше, на 3-4 года, и завели меня в секцию борьбы. Я думал, немножко потренируюсь. На футбол меня не взяли, сказали, что еще маленький. Тогда были времена Советского Союза, тогда еще не брали в таком возрасте. Ну а так в борьбу пришел, думал, годик потренируюсь. Как-то затянул, я не знаю, остался. Ну так и получилось, что остался в борьбе на постоянное. Футбол смотрю только по телевизору. А в каком году Вы перебрались в Киев? В Киев я перебрался после службы в армии, срочной службы это было. В 92-м году я после армии уже начал сюда приезжать. У меня тут друзья были. А потом уже в 94-м году окончательно я сюда переехал и живу здесь уже, получается, 18 лет. А Вы всегда выступали за клуб ЦСКА. Почему не Динамо, Спартак или другое спортивное общество? Не, ну почему? Я как раз начинал в Динамо и до службы в армии я представлял цвета Динамо. Но в 92-м году я пришел, когда я пришел с армии, я был еще Динамовцем, боролся на чемпионат Украины за Динамо. Ну честно говоря, просто так получилось, что в Динамо мне обещали сделать зарплату. Все-таки уже 20 лет, 21-й год я не мог, как говорится, жить у мамы на шее. Ну что-то у них не срослось, не получилось. В армию настойчиво приглашали, Котовой Александр Васильевич приглашал в армию. Ну и так получилось, что в 93-м году я стал призером чемпионата Украины по взрослым первый раз. И Котовой очередной раз сделал предложение, я ушел и остался в армию. То есть с 94-го года я уже боролся за Збройные силы Украины. Обычно после завершения спортивной карьеры спортсмены выбирают тренерскую работу. А почему вы решили стать судьей? Не, ну вы понимаете, что судья, я нельзя говорить, что я судья. Я судья, это как мое хобби. Я просто как, если честно, по большому счету, то судьей я стал, как говорится, ну как... Дело в том, что я сейчас я работаю тренером. Я тренер Центрального спортивного клуба Вооруженных сил Украины. Ну, когда были, начались определенные проблемы в армии с командированием, раньше мы постоянно ездили за счет клуба на всеукраинские соревнования. А тут так получилось, что эта возможность отпала сама собой, то есть не была финансирована. И поэтому пришлось ездить как судьей, потому что судьям за счет федерации или там спонсоров оплачивались поездки. А мне нужно было, так как я являюсь тренером Вооруженных сил по греко-римской борьбе, надо было просматривать кандидатов, чтобы возить их на чемпионаты мира по военнослужащим. Ну, и вообще заниматься призывом, ну, своими, как говорится, армейскими спортивными делами. Поэтому я стал ездить как судья, но потом, в принципе, втянулся потихонечку. И так, в принципе, не жалею тоже. То есть нельзя говорить, что я чисто занимаюсь судейской практикой. Я просто, это как одно из моих, как там, увлечений там. А есть ли у вас в планах стать судьей международной категории, судить соревнования самого высочайшего уровня? Дело в том, что судей международной категории было, конечно, в планах стать, но я просто все как-то откладывал, откладывал. Ну, и я вам скажу сразу тоже, этот вопрос, в принципе, тут лежит тоже, что должно быть какое-то количество свободных денег. Потому что, чтобы стать судей международной категории, там нужно поехать на один из семинаров, который проводится за границей. И там ты должен оплатить, как проживание, питание, ну, регистрацию, и сам семинар, он стоит денег. Ну, так как вышло, что у меня лишних денег не было. А тут оказалось, что первую, третью, ну, то есть самую минимальную международную категорию можно получить до сорока лет. А мне уже в апреле месяца исполнилось сорок лет, поэтому, ну, уже не получится. Будем просто, буду просто судей национальной категории. Оно, конечно, на мастерство судейское не влияет, но такое дело. Ну, буду судить соревнования внутренние. Я думаю, это тоже интересно. А смелюсь предположить, что вы часто ездите в командировки. Как ваша семья относится к вашей работе? Ну, как семья привыкла, что, ну, жена вообще привыкла. Мы с ней очень давно знакомы. Я еще сам активно занимался спортом. Тогда было намного больше этих командировок, конечно, чем сейчас. Потом, после того, как я, ну, завязался спортом, так скажем, ну, я имею в виду, с активными выступлениями в спорте, тогда чуть меньше стало командировок. Сейчас опять, слава богу, наладились дела какие-то. И в центральном спортивном клубе появилась как дополнительная нагрузка судейская. Поэтому стал больше ездить на соревнования. Ну, семья как относится? Нормально, как тоже. Я за ней, она за мной скучает. И дети скучают, у меня двое детей. Ну, дети тоже спортсмены. Они сами уже начинают ездить на соревнования. То есть, они все прекрасно все это понимают. Поэтому с пониманием относятся. Потому что, если бы, конечно, не было какого-то понимания, пришлось бы, наверное, ограничивать эти поездки. А так, пока. А вы тренируете своих детей? Нет. Нет, у меня дети, дочка занимается плаванием. Поэтому тренировать я и не могу, потому что она уже намного лучше меня плавает и быстрее. А сын, он маленький, совсем еще он акробатикой занимается. Ну, это как такой вид спорта, который для него будет как вступительный. Просто, чтобы он чуть-чуть окреп, а потом будем смотреть, что ему понравится. Скажите, а какие соревнования тяжелее судить, детские или взрослые? Однозначно, детские соревнования на порядок тяжелее судить. Во-первых, ну, эта ответственность очень большая перед тем, потому что там собираются родители, судя, даже если бы никто не собирался, ответственность перед этими детьми, которые вышли на ковер, и они должны уйти оттуда, так сказать, живыми и здоровыми. Потому что, ну, очень большой травматизм, потому что дети еще, во-первых, у детей очень намного сильнее проявляется разница в классе, когда один там позанимался год, а другой там три месяца, допустим. Но они, это взрослый, может там увидеть, что перед ним новичок, он может там, ну, не прилагая особых усилий и каких-то там сверхусилий физических, обыграть этого спортсмена. Дети этого не понимают еще, ну, в силу своей молодости, так скажем. И поэтому они со всеми борются одинаково, и которые посильнее, и которые послабее. Поэтому из-за этого, ну, такие ситуации нестандартные очень часто возникают, которые могут закончиться травмой. Поэтому вот первая задача, как я считаю, это, на мой взгляд, вот этих детских соревнований, чтобы ребенок, который отборолся, он вернулся с ковра здоровый. Это будет для его родителей, будет самый первый успех, что он проборолся с соревнований здоровый. А потом уже во вторую очередь уже медали, какие-то там дипломы, которые они завоюют. Это так. И это первая причина, по которой психологическая такая вот. А вторая причина, потому что дети очень много приемов проводят. Это взрослые уже там могут, какие-то там у них там то оборонительная там какая-то схватка будет, то система, то еще, ну, они что-то придумают на каждую схватку свою. А дети, они, как говорится, с открытым забралом борются, все схватки подряд. И у них, бывает, они за пять секунд по два раза друг друга бросят. Поэтому это надо успеть все оценить. Тут не бывает видео повторов, как, скажем, как по телевизору. Поэтому все надо это самое в прямом эфире, как говорится, показывать. И поэтому очень сложно судить детей. А взрослые, это уже устоявшиеся борются. Да, у взрослых бывают, конечно, свои тоже ситуации сложные, но они намного реже бывают. И, во-вторых, у взрослых уже можно по правилам соревнований провести по желанию одного из соперников, если они что-то, их не устраивает, провести повтор, видеоповтор. И уже коллега-судей, если даже ты ошибся, может признать эту ошибку, ну, то есть поменять решение на правильную сторону. Поэтому у взрослых, конечно, полегче. А расскажите, как вы относитесь к изменениям в правилах? Стоит ли их вообще менять? Ну, как, на мой взгляд, я считаю, что нужно поменять. Потому что вот эта вот борьба, которая по полторы минуты, ну, сейчас, слава богу, хоть по полторы минуты, а то же была вообще минута, но это спортсмены просто не успевают провести какой-то, ну, не знаю, ни тактики, ни каких-то там приемов особых многие не успевают. Потому что за это время в основном все зажимаются и хотят довести дело до партера. Если у человека есть в партере хороший прием, пытаются за счет этого выиграть. Ну, зрелищность, допустим, в партере, да, есть зрелищность, потому что кому-то нужно сделать прием. Но вот эти полторы минуты, которые в стойке, ну, она просто, очень много схваток заканчивается незрелищной, поэтому зрители откровенно скучают полторы минуты, чтобы потом увидеть какое-то действие за 30 секунд. Но оно тоже не всегда же бывает. Поэтому я считаю, вот раньше, как боролись, там какое-то большее количество, там хотя бы 5 минут. Правила были разные. И 3 по 3 боролись, и 2 по 3, и 5 минут боролись с дополнительными тремями. То есть равно какой-то, как для меня оптимальный вариант, минут 5 в стойке должны бороться. И еще одно, которое в этих правилах на сегодняшний день, которое существует, на мой взгляд, которое я считаю неправильным, то есть это то, что количество баллов в периодах не складывается. Потому что вот очень много соревнований, которые, получается, человек ничего по большому счету не сделал, как на прошлой Олимпиаде, допустим, итальянец 84 выиграл. Вот у Мишина, олимпийского чемпиона россиянина, он же не провел ни одного действия. А Мишин провел действия в первом периоде трехбальный, а во втором и третьем периоде итальянец просто стоял в партере. То есть не заработал по большому счету своими личными действиями ни одного балла, человек выиграл схватку и прошел, ну и вообще в будущем стал олимпийским чемпионом. Как я считаю, это неправильно. Потому что вот я говорю, заканчиваются схватки с общим счетом, допустим, 3-6, но победил другой спортсмен, который набрал три балла меньшее количество, потому что он выиграл два периода. То есть я считаю, что тоже нужно поощрять спортсмену, чтобы они проводили приемы. Потому что какой смысл сделать, если человек в одном периоде сделал там два приема и закончил схватку досрочно, закончил период досрочно, а во втором и третьем человек другой уперся, ничего не сделал, но выиграл схватку. Ну просто как-то с технической стороны зрения это не зрелищно и некрасиво. А вы считаете самым объективным судьей на Украине? Ну я не знаю, как вы понимаете, объективность, судья, я даже не... Очень трудно. Есть судьи, хорошие, которые... Вы понимаете, объективность это такое понятие, это когда человек, ну допустим, не предвзят и пытается... Просто есть... Даже все судьи допускают, абсолютно все судьи допускают ошибки. Просто объективность состоит в том, чтобы эта ошибка была не предвзята, она не была специально допущена в угоду какого-то из спортсменов. А ошибиться можно. Ошибиться несложно, тем более, а жур, есть такие ситуации, что ошибиться можно. Но на это есть как судейская коллегия, которая там... Просмотровая комиссия, которая может потом просмотреть видеоповторы, вынести свое... Если человек ошибся, то поправить его. Ну... У нас есть много хороших судей. Сейчас Сытник, судья Виталий из Кривого Рога, очень серьезный судья, и он... У него... Он сейчас претендует на выполнение первой категории международной. Это самая сильная, так скажем, международная категория, которая дает право судить ему чемпионаты мира, Европы и Олимпийских игр. Я надеюсь, что в течение года, может, в следующем году он ее получит. Потому что и будет достойно представлять нашу страну на зарубежных коврах самого высокого ранга. Но сейчас судит Калинков, Александр Васильевич, он, по-моему, единственный судья олимпийской категории, который позволяет судить чемпионаты мира и Европы и Олимпийские игры. Ну и так у нас много молодых, перспективных судей. Там и Собчук, тот же Олег из Тернополя, который выполнил недавно международную категорию, братья Кулешенки из Мариуполя, которые тоже... Ну то есть много. У нас порядка, я думаю, полтора десятка судей международной категории. Единственное, что я же говорю, хотелось бы желать всем, и этим, и всем вообще и судям национальной категории, чтобы была действительно объективность. Да, от ошибок никто не застрахован, но вот объективность это для судей, я считаю, самое главное качество. Скоро Олимпийские игры. Как вы думаете, сколько медалей мы привезем и у кого больше шансов из наших спортсменов? Ну, тоже такой вопрос. Перед Олимпийскими играми очень сложный. У наших спортсменов попало борцов греко-римского стиля четыре человека всего на Олимпиаду. Хотелось бы, конечно, чтобы они все приехали с медалями, это однозначно, но Олимпийские игры это такой турнир, который раз в четыре года проходит, и это очень такая сложная к нему подготовка, потому что именно надо быть... Чемпионаты мира проводятся три раза за Олимпийский цикл, только в Олимпийский год не проводятся. То есть чемпионам мира легче стать, хотя состав по большому счету такой же самый, как на Олимпиаде, но на Олимпиаде, во-первых, это же турнир, который проводится по лицензиям, то есть туда надо попасть, там нету откровенно слабых спортсменов. Ну, может быть, один-два, которые получили какую-то вайл-карту от Международной Федерации Борьбы. В основном, это считай, что сливки в каждой весовой категории, то есть топовые борцы, поэтому очень сложно выиграть, там нету практически проходных схваток. Очень хотелось... Я с прогнозом не хочу просто из суеверных побуждений говорить, но очень бы хотелось, конечно, медали, ну, как я считаю, уже готов к этому Василий Рачиба, 84 килограмма, и хотелось бы от Югара увидеть Рагимова в 55 килограмм, увидеть зрелую, хорошую борьбу. Ну, и само собой, как для Украины новый парень Орлов в тяжах, тот человек, который вполне, вероятно, может завоевать медали. То есть, все спортсмены, которые едут туда, всем хотелось, хочется завоевать медали, туда просто так, я думаю, уже не ездят, как, ну, я имею в виду по старому принципу барона Кубертена, что главное участие, наши спортсмены, ну, как говорится, не в таком состоянии, чтобы было для них главное участие на Олимпийских игр, они все туда едут за медалями, а как там будет, будем смотреть, да и в 60 килограмм тоже Тимиров, тоже спортсмен с приемом и достаточно грамотный и техничный борец, который тоже ждем медали, а как будет, посмотрим же в августе на Олимпийских играх. И самый последний вопрос, как вы знаете, у нас тренируется много детей, что бы вы им посоветовали, молодым начинающим спортсменам? Ну, детям первое, по совету огромного здоровья, чтобы они, потому что они выбрали такую борьбу, это очень сложный технический и физический вид спорта, и первое, здоровье пожелаю, второе, чтобы они, как говорится, работали на ковре, отдавая себя всему этому делу, если они уже выбрали борьбу, то они на ковре были уже до конца, как говорится, и не смотреть на трудности и на какие-то неудачи, которые, ну, в детстве вполне возможно быть, потому что не рождаются люди чемпионами, чемпионами становятся, и можно, если даже что-то у тебя не получается, перетерпеть все это дело и тренироваться до конца, и потом результаты появятся, потому что труд еще никогда не проходил даром, и если человек хорошо работает на ковре, тогда результаты придут. Не сегодня так завтра, не завтра так послезавтра, но не обязательно будут. Спасибо, что уделили нам внимание, и ответили на все наши вопросы. Сегодня у нас в гостях был старший тренер Вооруженных сил Украины, судья национальной категории по греко-римской борьбе Сергей Валерьевич Чижов. Следите за нашими выпусками и новостями, и вы увидите еще много интересного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова